Что такое настоящий бал, эти юноши и девушки знают не понаслышке. Для областного лицея это мероприятие традиционное. К нему готовятся, волнуясь, подбирают наряды и много репетируют. Отточено каждое движение, каждый взгляд и поворот головы. Всё должно быть чинно и благородно. Здесь, в торжественном зале ОКЦ, царит праздничная, просто волшебная, чарующая атмосфера. Потому что вообще в начале декабря лицейские балы в нашем учреждении принято устраивать каждый год. С самого первого года существования нашего учреждения образования. А в этом году эта дата особенная, потому что в этом году лицею исполнилось 15 лет. Пусть ещё это совсем юный юбилей, но всё-таки это очень красивая дата. Наш лицей сравнялся по возрасту с теми детьми, которые обучаются в нём. И поэтому для них сегодня, наверное, этот праздник будет особенный, красивый, памятный на всю жизнь. В настоящее время в учебном заведении постигают науки более 270 учащихся в 12 классах по следующим профилям филологическому, физико-математическому, экономическому, химико-биологическому и химико-технологическому, правоведческому и журналистскому. К учёбе юноши и девушки подходят максимально серьёзно и ответственно. Впрочем, это относится и к остальным сферам жизни. Как правило, учиться в лицей приходят очень целеустремлённые представители подрастающего поколения. Я учусь тут уже четвёртый месяц и решил пойти в лицей, так как чувствовал, что я могу куда больше, чем в школе. И мне хотелось больше углубиться в все знания, в которые… все предметы, в которых я имею эти знания. Я обучаюсь на физико-математическом профиле уже вторую четверть. На повышенном уровне изучаем физику и математику. Для меня лицей – это в первую очередь знания, которые дают нам учителя. У нас безумно талантливые и образованные педагоги. Нам безумно приятно с ними работать. Каждый урок, он нам радость, он нам приносит огромную пользу. И мы действительно с улыбкой идём на каждый урок. Мы очень счастливы. Химико-биологический профиль – это профиль, который сейчас очень важен. То есть вы становитесь врачами после него, вы идёте в медицинский университет, вы можете помогать людям. Биология тоже очень-очень хорошо у нас ведётся. И мы узнаём намного больше, чем нежели надавали в школе. Поздравить с праздником виновников торжества в этот день пришли представители областного и городского исполнительных комитетов, профсоюза и депутатского корпуса. Со сцены звучали слова благодарности за труд и пожелание держать марку флагмана образования региона ещё долгие годы. Язык не поворачивается назвать всё происходящее сегодня юбилеем. Потому что, наверное, слово «юбилей» ассоциируется с неким возрастом, с некой уже устоявшейся системой. Когда мы понимаем, что за спиной, наверное, уже гораздо больше, чем впереди. Может быть, я заблуждаюсь, но, глядя в этот зал, глядя за кулисы, попадая в атмосферу сегодняшнего праздника, понимая, что это праздник юности. Праздник, который должен и будет продолжаться ещё не одно десятилетие. Разделить радость праздничных минут с лицеистами нынешними пришли и те, кто давно покинул стены учебного заведения, но не утратил с ними связь. Лицеисты уверены, что здесь, как и у военных, бывших не бывает. А ребята, с которыми довелось учиться, и педагоги, у которых учились, это одна большая семья. Мы до сих пор семья. Вот уже 13 лет я как закончила. И мы всегда вместе собираемся. Мы летом проводим три дня вместе на озере. Это все выпускники собираются. И мы все вместе. У нас очень много семей. Люди выходили замуж, женились вместе. Потом, вообще, это для меня лицейская семья. Одна большая. Мы всех знаем. Мы все вместе. Брестский лицей имени Петра Мироновича Маширова – учебное заведение с историей и традициями, несмотря на юный возраст. И одна из главных его традиций – качественное образование и высококлассное воспитание. Дело это непростое, но важное и нужное. И в лицее обязательно продолжат его и впредь. Как минимум очередные полтора десятка лет.